книга открытым оком тема коммунизм том 19 вопрос 3334 чьи выступления на собрании о памятнике сталину вы хотели бы озвучить отвечает игнатий тихонович лапкин устроители заранее приготовили бумаги с краткими выступлениями и раздавали беру из этих листков да и слыша что говорили именно так писатель владимир токмаков цитата сразу понятно что они не просто пытаются установить историческую справедливость а есть конкретная задача реабилитировать ту эпоху показать что и сталин и брежнев и другие советские руководители хотя и совершали некоторые ошибки но все же это было оправдано они же строили большое государство а государство это же все а государство это же все человек был ничто ставить памятник человеку который виновен в гибели такого огромного количества людей именно своего народа когда главная цель любого руководителя сохранение этого народа это не просто большая ошибка это аморально коммунистическая партия до сих пор не извинилась перед своим народом не рассказала о своих деяниях ведь она ведь она же была руководящей и направляющей силой того периода иосиф сталин и и сталин и брежнев и прочие они же они они же все были коммунистами никто не покаялся не сказал да были перегибы это же страшно но мы это понимаем мы раскаиваемся мы приносим извинения перед нацией в красноярске установили бюст сталина во дворике здания где местная компартия заседает им сказали хотите поставить памятник вот покупайте землю рядом со своим крайкомом и там скверики в частном порядке ставьте никто не запрещает если человек хочет поставить памятник сталину или брежневу пусть его ставят на своем огороде на садовом участке на даче или на балконе никто ему не будет запрещать это делать но в масштабах города это колоссальная ошибка это не огонь и но бредовое решение местных коммунистов ультра левых организаций конец цитаты следующий журналист дмитрий негреев цитата отношение ленина к религии известно кавычки открываются необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией попов надлежит арестовать как контр для революционеров и саботажников расстреливать беспощадно и повсеместно и как можно больше церкви подлежат закрытию помещения храмов опечатывать и превращать в склады кавычки закрыты воплощали в жизнь эти идеи те самые борцы за советскую власть красные партизаны память которых увековечена не только в барнауле но и во всех городах страны кавычки закрыты следующий константин так константина константин русаков депутат а к снд и кандидат исторических наук его цитата ставить памятники диктатором это бредовая идея и инициатива маразматиков и подобная инициатива они со стороны общественности не со стороны властей поддержки не найдет потому что тиранам памятники не ставят сегодня с подобным предложением могут только коммунисты выступить потому что им хвататься больше не за что вот и пытаются всяким способом привлечь и одурманить молодежь которая сегодня об истории мало что знает со стороны инициаторов это типичная провокация если они попытаются установить памятник самостоятельно то это приведет к столкновениям и очень серьезно потому что есть в городе силы которые этого вообще никогда не допустят конец цитаты президент сообщества российских немцев алтая александр дитс любой разумный народ любой страны вряд ли захочет поставить такой памятник хотя памятник можно поставить кому угодно хоть дьяволу и черту важно что будет на нем написано поэтому ставить памятник сталину как вождю народов это кощунство это недопустимо и просто абсурдно а вот как вешателю не успели разделил не успели разделаться зажиточными крестьянами которых окрестили кулаками пошли репрессии которые начались в тридцать первом году самые массовые репрессии тридцать четвертом году простите самые массовые репрессии были в тридцать седьмом тридцать восьмом годах когда в этой мясорубке пострадали миллионы людей которые не имели никакой вины ни перед народом ни перед отечеством ни перед сою не перед совестью ни перед своими семьями с началом великой отечественной войны началась депортация целых народов прежде всего российских немцев которых по существу поголовно выселили со своих исторических мест где не один где они не один век жили еще одна скорбная страница мобилизация в трудовые лагеря нквд где погиб каждый второй другие народы тоже пострадали но не в таком массовом масштабе как российские немцы репрессии продолжались до самой смерти сталина в 1953 году александр солженицын посчитал что по различным видам репрессии было подвержено 68 миллионов человек это колоссально простите александр солженицын посчитал что различным видам репрессии было подвержено 68 миллионов человек это колоссальная цифра 32 миллиона человек погибло в годы второй мировой войны и историки сегодня еще не договорились кто больше виноват гитлер или сталин христианская душа должна думать прежде всего о смирении об очищении но не должна усугублять грехи которые когда-то человек совершил если россия не очиститься от прошлого от тех тяжелейших репрессий которых никто не отрицает это будет вечно давлечь над россией тяжелейшим камнем республиканская партия россии цитата диктатор причинивший непоправимый урон собственному народу да и как можно забыть сотни тысяч репрессированных уничтожение лучших представителей крестьянства убийство священников разрушения храмов травлю творческой интеллигенции и этот далеко не полный перечень преступлений саталин сталинского режима именно на алтае практически каждый второй в конце тридцатых годов подвергался самой жестокой мере расстрелу кавычки закрыты и думал что вымирают старые коммунисты а новых нет и вот бог допускает чтобы они повылазили и на них просмотрели кто же они есть и вопрос а как они уцелели в то время два варианта были участниками этих репрессий в крови нераскаянно живут или были трусами язык проглотили а теперь повыперло из них все гнилое осмелели но запрещать ставить памятник людоеду не нужно чтоб не уподобиться их не свободе лука 13 3 нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете псалом 65 12 посадил человека на главу нашу мы вошли в огонь и в воду и ты вывел нас на свободу книга профессора а в карташова вселенские соборы страница 476 цитата у хронографа дорофея манамвасийского записано такое сказание об императоре фоке один богоносный муж имеющий дерзновение к богу услышал о царских злодеяниях возопил к господу в господи боже за что ты прогневался на народ свой и поставил такого царя тирана за что такое наказание чем провинился народ твой что ты предал его во власть такого кровожадного волка и было этому богоносному мужу от бога откровения много я старался найти царя похуже чтобы наказать народ за его свои воля но не мог найти хуже фоке а ты впредь не искушай судеб божий фока был полковником но сверх доброго императора маврики и казнил его и пять его сыновей жену и дочерей рог исайя 59 2 но беззакония ваши произвели разделение между вами и богом вашим и грехи ваши отвращают лицо его от вас чтобы не слышать языки 36 31 тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши из-за мерзости ваши чем больше и ярче весна тем пение птиц веселее но песнь их умолкнуть должна едва лишь земля побелеет чем снег тяжелее у крыльца и чем безнадежнее несчастье тем трепетней песни певца тем больше тепла в них и страсти расул гамзатов а 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